Здравствуйте, мы возвращаемся в студию прямого эфира. Меня зовут Григорий Блайд. Мы начинаем постепенно подводить социально-экономические итоги года, а тем более говорить есть о чем. За последние два месяца украинский парламент принял сразу несколько неоднозначных реформ. Речь идет в первую очередь о судебной, пенсионной, о реформе здравоохранения, о реформе жилищно-коммунального хозяйства, ну и разумеется цифры бюджета страны, главной финансовой конституции, по которой весь грядущий год мы будем с вами жить. Одобряете ли вы принятые реформы? Так звучит наш интерактивный опрос. Голосуйте в конце программы, подведем итог. И звоните 34 92 58 в студию прямого эфира и задавайте вопросы нашему гостю, а я рад представить нашего гостя Сергей Кивалов, народный депутат Украины. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим, собственно, о судебной реформе. Коль уж у вас была жесткая позиция в отношении нее и долгие годы, насколько я не ошибаюсь, вы лоббировали принятие судебной реформы Украины, по сути, изменений в судебной системе. Но вот то, что приняли, эксперты называют существенным сужением прав граждан и расширением полномочий власти в отношении судебных органов, судебной системы. К примеру, вот некоторые позиции, введение платных исков, а также суд может по своему усмотрению ограничить доступ людям на заседание, если в зале не хватает свободных мест. Это такие поверхностные оценочные суждения. Но вот, тем не менее, вы изучали ее гораздо глубже, чем журналисты, и при этом не голосовали за ее принятие. Почему? Ну, наверное, это связано с тем, что поспешные реформы, в том числе и судебная реформа, она дает отрицательные моменты в целом для общества. Судебная система существует, естественно, для граждан. Если возникают какие-то вопросы, нужно обращаться в суд. И статья 55 Конституции Украины зафиксировано, что все действия или бездействия можно обжаловать в суде. Вы знаете, я честно хочу сказать, что новый Верховный суд, который сегодня сформирован, коллектив университета искренне радуется, что наши преподаватели, а их трое преподавателей, которые не работали никогда судьями, стали судьями Верховного суда сразу. Это результат судебной реформы. И 25% всех судей Верховного суда, они не были судьями. Хорошо это или плохо, покажет время. Но я ради объективности хочу сказать, что меня настораживает вот такое отношение, такая судебная реформа, которая у нас сегодня появилась. Я подчеркиваю еще раз, вот должно быть, наверное, для коллектива очень важно, они приезжали сегодня в Национальный университет, юридическая академия, мы их поздравляли. Но для общества это не реформа. Вы понимаете, все, что касается власти, то есть им дали огромную заработную плату, огромные полномочия. Но если заработная плата у судьи Верховного суда в 200 раз больше, чем у пенсионера, средняя пенсия, которая будет выплачиваться с 1 января 2018 года. Вы знаете, здесь серьезный перекос. Серьезный перекос, потому что мы не знаем, какими они будут судьями. Преподаватели, они были хорошие, а судьями я не знаю. Это сложно. Это, во-первых, очень сложно. А второе, ну там скопилось, ну почти 70 тысяч дел в Верховном суде. И Верховный суд должен их рассмотреть. Вряд ли получится уже, чтобы передать это в апелляционные суды, ну не знаю, вряд ли это получится. Они для того, чтобы просмотрели 111 человек сегодня в Верховном суде, им нужно минимум 4-5 лет. То есть в отношении разумных сроков рассмотрения, как записано в рекомендациях Совета Европы, разумные сроки это может месяц, два, три, это год, это да, но не 5 лет, это одно. А второе, если гражданин никогда не был судьей, и он чисто теоретически преподавал право, один международное право преподавал, другое там пенсионное право преподавал, третий там еще какое-то, но он приходит и начинает рассматривать уголовные дела. Это, я не знаю, как это пойдет, но дай бы Бог, чтобы получилось. Ну я противник вообще такой реформы. Мы уже неоднократно обсуждали этот вопрос, и я убедился, что когда есть проблемы с реформированием той или иной отрасли, и судебная система не исключение, то нужно обращаться к народу, нужно обращаться к гражданам. Я глубоко убежден, имея достаточный опыт работы в Верховной Раде, в комитете по вопросам правосудия, я десятки раз сталкивался с теми вопросами, которые сегодня возникают, считая, что нужно обращаться к гражданам, и избрание судей нужно вернуть, чтобы судей избирали граждане. Это будет правильно. Но при этом неоднозначная позиция в отношении избранности судей даже в европейском сообществе. Многие не рекомендуют Украине, допустим, и я подозреваю, что правительство прислушивается к такого рода пожеланиям Европы. Вы знаете, я могу вам привести десятки примеров, где все-таки избирают в Европе, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Мы сегодня, вы правильно говорите, модно обращаться, допустим, к Соединенных Штатах Америки. Так вот, из 50 штатов почти половина в Штатах избирает судей. И не только первую инстанцию избирает, избирает и Верховный суд штата. И я думаю, что это всегда есть какая-то специфика. Вот у нас для того, чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе, необходимо, чтобы мы вернулись к избранию судей. И, по-моему, это настолько просто и настолько очевидно. Вот вы проведите социологические исследования, я знаю, что вы проводили, еще будете проводить. Мы должны показать результат. Но не верю я, что разрешится вся проблема в судебной системе, если мы назначили судей Верховного суда. Знаете еще почему? Потому что судебная система должна начинаться с районных судов. Где дефицит кадров? У нас сегодня, мы говорим, если о реформировании, 40% судей не укомплектованы в разных инстанциях. Первые, в апелляции, в касации, хотя касация уже сформирована, но еще дополнительно планируется в два раза больше судей Верховного суда. И я считаю, что если в районе, в районном центре, в районе города судьи будут избирать, это будет правильно. Вот, знаете, опять обращаемся к опыту других стран. В 19 веке в Соединенных Штатах Америки было полное недоверие граждан к судебной системе. Знаете, как они пошли? Они пошли по пути избрания судей. И они вернули доверие к судебной власти. У нас нет другого выхода, как внести изменения в Конституцию, в закон о судоустройстве и статусе судей и начинать избирать судей. Вы знаете, когда начали рассматривать изменения в Конституцию, закон о судоустройстве, я говорю, давайте внесем изменения в Конституцию, хотя бы введем такой институт, как институт мировых судей. Это незначительные правонарушения, которые совершаются на той или иной территории, рассматривает мировой судья. Он не обязательно должен иметь юридическое образование. Ну, не совершилось какое-то правонарушение. Сосед с соседом поругался, повалили забор, украли курицу и так далее. И здесь мог бы эти конфликты рассмотреть мировой судья. Эта практика есть во многих странах. И дело в том, что можно было рассмотреть, но никто не хотел слушать и не хотят слушать. А вот я вас убеждаю, я вернее попытаюсь вас убедить, что мы все равно вернемся к тому, что судьи все-таки будем избирать. Вариантов нет, чтобы мы опять вернулись к доверию судебной системы. Сегодня процент недоверия к судебной системе очень высокий. И, наверное, это будет правильно. Совершил правонарушение судья или принял заведомо неправосудное решение, в следующий раз он никогда не будет избран. И у нас есть такие примеры, вот, допустим, опять обращаясь в Соединенные Штаты Америки, у них избирается на 6-10 лет. У нас может быть специфика такая, что нужно избирать судью на 5 лет первый раз, потом, может быть, на 10 лет. То есть, какие-то новшества, которые позволят еще раз, еще раз говорю, вернуть доверие населения к судебной системе. У нас телефонный звонок в студии. Здравствуйте. Задавайте вопрос Сергею. Добрый день. Добрый день. Добрый. Добрый. Мы слушаем вас, да. Я бы хотела выразить свое глубокое уважение к Сергею Васильевичу и поддерживая все его, подписываясь, в общем-то, под каждым его словом. Ой, я разволновалась. Дело в том, что у меня 46 лет трудового стажа. Пенсию мне назначили. Вот я сейчас ее получаю 1560. Ну и, значит, когда проводили перерасчет пенсии, я начну с того, что мне, когда оформляли пенсию, у меня был потолок пенсии 141.90 в 2003 году. А у меня была начислена значительно выше пенсия, там где-то в районе 170. Теперь, когда вот стали вот эти все повышения, повышения, и сделали вот сейчас перерасчет, и мне добавили 470 гривен. Это при том, что 46 лет трудового стажа. Я не знаю, к кому мне обратиться. Я, в общем-то, может быть, и не по теме. По теме, по теме. Мы очень-очень хотели поговорить сегодня о пенсионной реформе с Сергеем Киваловым. Я думаю, можно коротко ответить, пожалуйста. Но, знаете, тема такая, если задают вопросы, это и будет тема. Разумеется, разумеется. Вот так и договоримся. Вот в отношении пенсионной реформы вы знаете, что вот с 1 января 2018 года будет производиться перерасчет. По вашему перерасчету, я думаю, что вы можете обратиться ко мне в бесплатную юридическую клинику. Мы все проверим и посмотрим. Потому что пенсионный фонд, ну, он делает все для того, чтобы уменьшить, не увеличить. Даже если это необходимо увеличить тому или иному пенсионеру. Они делают десятки случаев, когда они позволяют себе не увидеть те цифры, не увидеть эти года и так далее. Мы десятки, уже сотни людей, которые приходят к нам и мы помогаем. У нас своя группа есть, которая работает и специализируется именно на этом. 46 лет у вас, да, я ставлю под сомнение тот перерасчет, который вам сделали. Мы давайте конкретно поговорим. Вы можете завтра подойти в бесплатную юридическую клинику 5-й станции Большого Фонтана. И мы там посмотрим и дадим вам ответ. А вот если говорить в целом о пенсионной реформе, я вам хочу сказать, что я не голосовал за эту реформу. Я уже несколько раз высказывался, что невозможно, невозможно, чтобы гражданин сегодня получал 1400 гривен. А в средняя пенсия с повышением будет у 11 миллионов граждан, пенсионеров будет именно примерно такая, плюс-минус. Вы знаете, просто даже сегодня правительство уже согласилось, что эта категория граждан, то есть 11 миллионов граждан, остались за чертой бедности. Ну не может быть пенсия такая, а средняя заработная плата другая. Я десятки раз предлагал, писал свои предложения изменения в закон о пенсионной реформе. Я вносил изменения и предлагал, чтобы внесли изменения по начислению пенсии. Средняя заработная, минимальная заработная плата у нас с 1 января следующего года будет 3723, по-моему, вот такая цифра. Так и пенсия должна быть 3700 хотя бы. Вы понимаете, если тот, кто работает, еще может заработать и получить какую-то там премию или какая-то помощь, он работает. А тот, который не работает пенсионер, да у него нужно начинать было все, не с минимальной, повышать не минимальную заработную плату, а повышать минимальную пенсию. И если человек проработал по 30-40 лет и у него пенсия где-то 2500, то невозможно прожить. Нужно пойти купить лекарства, пойти в магазин что-то купить и ничего не остается. Самая страшная беда, это то, что если еще 3000, это более-менее, но 1400 гривен и прожить на эти деньги, ну это невозможно. И мы говорим, почему у меня спрашивают, почему вы не проголосовали за бюджет? Да потому что там такие цифры. Как я могу проголосовать за основной документ, который регулирует все эти вопросы, в том числе и пенсию, и социальную сферу, и медицинскую реформу, когда заложили такие цифры? Конечно, я не голосовал, и я думаю, что придет время, будут отвечать те, кто позволяет себе принимать такие законы. Одна из основных проблем этой пенсионной реформы в том, что пенсионный фонд не разработал единую систему расчета формулы, ту калькуляцию, благодаря которой, к которой могут обратиться пенсионеры, которые недополучают заслуженные деньги, и могли бы прозрачно проследить, каким образом формируется их пенсия. Нет такой формулы, нам сказали в пенсионном фонде. Вот же проблема. Дело в том, что на свое усмотрение в каждой области. Вроде бы сегодня провинция пытается разработать единый подход к начислению, перерасчету пенсии. Но это вроде бы, потому что осталось 20 дней до Нового года. А еще же нужно запустить этот механизм, под это нужно выделять денежные средства. Я вам хочу сказать, что у нас сотни исковых заявлений, которые мы помогаем пенсионерам составлять и обращаемся в суд. Я не случайно сказал, что вот работники пенсионного фонда в районах, в областях, они как-то относятся, как будто они со своего кармана отдают, и они обязательно уменьшают, обязательно неправильно составляют. Потому что это практика, которая сложилась, и мы ее видим. И я думаю, что мы будем нашим пенсионерам, которые живут и в Приморском районе, и в других районах нашего города, будем помогать реально, практически оказывать помощь по перерасчету пенсии. У нас еще один телефонный звонок по теме «Здравствуйте, говорите». Здравствуйте. Сергей Васильевич? Да. У меня вот такой вопрос. Есть такой депутат или Павел Розенко, или вице-премьер, министр Украины. Вы знаете, что он сказал о детях войны? Он обидел нас. Дети войны, выдуманные на категории граждан, которых нет ни в одной другой стране. По его словам, закон был принят в популистском угаре, избрали избирательной кампании четвертого года. Сейчас эти выплаты отменять не будут, но и повышать не будут. Подумаешь, надбавка. Напомним, что это 60 рублей, смешная, 60 рублей с лишним. Ему может быть и смешно. А детям войны, отечественной войны, это добавка тоже какую-то роль играет. Пожалуйста, решите этот вопрос на выживание. Дети войны, кстати, о них мало говорят в последнее время. Да, говорят, есть дети войны, которые действительно нуждаются. Их детство, юношество прошло так, как не пожелаешь, наверное, никому. И вы знаете, эти 60 гривен надбавка, она, наверное, действительно, не наверное, а точно. Это подспорье человеку, пенсионеру, который получает 1400 гривен, я подчеркиваю. И то, что разъемка получает сам, наверное, около 40 тысяч гривен, то ему 60, конечно, для него это ничего не значит. И у нас вообще разница между министрами и между пенсионерами огромная. Если пенсионер, вы знаете, какую получает пенсию и какую получает министр. Я вам хочу сказать, что повышение пенсии для народных депутатов было 60, сейчас было 16, сейчас 17. Я вам хочу сказать, что я не голосовал за повышение заработной платы народным депутатам. Во время, в такое критическое время, когда люди полуголодные, люди голодают, люди не имеют возможности пойти в аптеку, если они заболели, купить лекарства, а сегодня повышать заработные платниками, это преступление. Я считаю, я глубоко убежден, все, что связано с социальными проектами, они не отменены и вряд ли будут отменены. Потому что у нас по Конституции зафиксировано, что гражданин не может иметь худшее положение, в том числе и финансово. Если ему начислили и дали эту льготу 60 гривен, обязаны органы власти выплачивать. Если вам не будут выплачивать, нужно подавать в суд и исковые заявления мы будем помогать вам бесплатно составлять, чтобы вы не пользуетесь адвокатскими услугами, потому что адвокатские услуги очень дорогие. Не могу не коснуться еще одного немаловажного закона, особенно в контексте последней резолюции Венецианской комиссии. Учитывая, что вы дольше, чем кто-либо другой из представителей Украины представляли нашу страну в Венецианской комиссии, любопытные отзывы по отношению к закону об образовании. Не перестают тревожить европейскую общественность, мировую общественность, тот закон, который был принят Верховной Рады. По мнению Венецианской комиссии, новый закон об образовании ставит в разные условия не только представителей национального большинства и других национальностей, но и разделяет эти национальности между собой. В первую очередь, в наихудшем положении оказались представители русского национального меньшинства. Это говорит Венецианская комиссия, уважаемый европейский и мировой консультативный орган. Вы знаете, что может сулить Украине невыполнение рекомендаций Венецианской комиссии? Потому что, по-моему, Верховная Рада не собирается к ним прислушиваться. Вы знаете, когда принимали этот закон об образовании, мы били тревогу. Мы говорили, мы обращались во все органы власти. Мы обсуждали этот вопрос и здесь, в Одессе, и на Совете ректора. Встречались с директорами школы, с учителями, со всеми. Говорим, что не делайте это. Ну вот, знаете, все-таки Одесса русскоговорящий город. Абсолютное большинство населения говорит на русском языке. И не учитывать то, что половина граждан Украины разговаривает на русском языке, это просто абсурд. Это просто неуважение к своим гражданам тем традициям, которые есть. Я уже десятки раз об этом говорил, еще хочу повториться, что Венецианская комиссия написала, чтобы мы, то есть Верховная Рада, внесла изменения в седьмую статью этого закона, где говорится, что только все на украинском. Но подождите, дело в том, что это нарушение действующей Конституции Украины, это нарушение международных норм. Украина в 2006 году взяла на себя обязательство развивать языки украинский, русский и другие языки нацменьшинств. И по действующему законодательству нормы международного права имеют большую юридическую силу. Но они не нужны в этой ситуации. Есть Конституция, в статье 10, пункт 2, зафиксировано, что в Украине развивается государственный язык, русский и другие языки нацменьшинств. Вот смотрите, как переписано даже с хартии о языках. Я один из авторов, если вы помните, закона о языковой политике в нашей стране. Я его выверил, этот закон. Я его выносил на заседание Венецианской комиссии. У нас сотня экспертиз было в 2012 году. Мы его приняли. И он работал. Теперь что сделали? Перечеркнули все, что связано было с законом, так называемый Кивалов-Колесниченко, и внесли новый закон о образовании. А тот закон, о котором я говорю, его не отменили. Он действует. И вы понимаете, получилось так, они побоялись до конца идти. Мы столько проблем получили от наших соседей, и от Венгрии, и от Польши, и от Румынии, и от других стран, потому что навязывают нам, родителям, чтобы мы изучали только украинский язык. Но вы понимаете, украинский язык нужно знать. Но есть, в харте о языках, есть такое понятие, как материнский язык. Если ребенок родился в русскоязычной среде, родители говорят на русском языке, он вышел, идет в школу, родители хотят, чтобы его ребенок изучал русский язык. Ну, зачем мы говорим о языках нацменьшинства? Еще неизвестно, нацменьшинства, которые говорят на русском языке, или это большинство. Я со всей ответственностью могу вам сказать, что и в Верховной Раде, и в Киеве, и в общественном транспорте, все говорят практически, большая половина говорит на русском языке. Но город Одесса, мы проводили социологию, более 80% считает своим родным языком русский язык. И мы боимся сейчас слух произнести, а вдруг националисты будут нападать, а вдруг они что-то скажут. Их абсолютное меньшинство, их горско, ну они такие активные, и они забивают вот те инициативы, которые идут, в том числе и от нашего города. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, задавайте вопрос. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Петрович. Я хочу вопрос задать. Может, чуть-чуть не по теме, тут про реформы. Я вот за медицинскую реформу. Я ухаживаю за мамой, она лежачая. Мне платят, я их называю памперсные, 168 гривен в месяц. Это на 10-12 памперсов, которые дорожают каждый месяц там на 50 копеек, на рубль в разных аптеках по-разному. Вот не стыдно этим депутатам, которые голосуют за повышение своих зарплат в два раза. Вот это 168 гривен. Может, можно пересмотреть и поднимите, пожалуйста, этот вопрос. Может, там 1680 было бы нормально, а? Мне единственное, что маленький плюсик от этого так называемого государства идет стаж. Я через мне 57 лет, я ухаживаю за матерью, и я вот из-за того, что я ухаживаю за ней, я не могу работать нигде. И стажа у меня не хватает. Вот единственный маленький плюсик от этого так называемого государства самостильного, что мне идет стаж. В прошлом году было там 160 гривен я получал, потом расщедрили 168. Спасибо, спасибо. Вашу проблему понятен. Еще один вопрос. А почему не дали номер телефона, извините, пожалуйста. А почему не дали номер телефона, когда выступал Стерненко? Я хотел этому бойцу, так сказать, задать пару вопросов этому упырю. Почему не было номер телефона? Да, на ипортере в последнее время Стерненко не было, поэтому, может быть, это был другой канал. Это было судебное, видимо, заседание, это был не эфир. Спасибо большое за вопрос, Сергей Васильевич. Вы говорили о реформе, это просто издевательство, 168 гривен. Пусть бы кто-то из руководства страны прожил бы на эти 168 гривен, или покупал эти памперсы, или ухаживал. А то, что касается повышения пенсии, если вы ухаживали за мамой, здесь нужно персонально рассматривать. Есть такие случаи, и мы практику должны такую возродить, чтобы мы, есть свидетели, которые вы, наверняка, соседи ваши знают, что вы столько-то лет ухаживали за мамой. И в судебном порядке мы можем вернуться к этому вопросу в отношении повышения вам той пенсии. Я думаю, что если вы придете также на пятую фонтана, бесплатную юридическую клинику, мы посмотрим конкретно, и посмотрим, чем вам помочь в правовом отношении, как это сделать для того, чтобы, ну, вы их сводили, может, концы с концами. Я еще раз подчеркиваю, что вот сегодня в Верховной Раде собралось большинство, так называемое, которые штампуют эти законы, и, наверное, даже не читая. К великому сожалению, руководство Верховной Рады настроено так, чтобы сделать все для того, чтобы, ну, наверное, люди жили еще хуже. Но другого просто варианта я не вижу и не слышу. Потому что если Венецианская комиссия даже обращается в парламент и говорит, нужно внести изменения в статью 7 закона образования, а спикер парламента начинает рассказывать, что я не буду выполнять эти рекомендации Венецианской комиссии. То есть, когда выгодно, они говорят, нужно это сделать, а когда невыгодно, когда касается граждан, они не будут выполнять. Вот такой у нас парламент. Но я надеюсь, что больше такого парламента не будет. Мы уже скатились на самое дно вот той ямы, в которой оказалась наша страна. Поэтому, друзья, ну, все, что необходимо, мы говорим, мы делаем, мы включаемся. Но, видите, собралось абсолютное большинство, которое сегодня принимает такие законы. Еще один звонок у нас, если можно коротко, потому что мы постепенно начинаем завершать программу. Здравствуйте, говорите. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слышим. У меня вопрос к Сергею Васильевичу. У меня к вам большущая просьба. Вы понимаете, сейчас в этом время всем пересчитали пенсию. Почему не пересчитали пенсию и не включили? Они потеряли воздельных, которые пошли 13 лет тому назад на пенсию, и они не вошли в этот перечень. Они остались в пенсии 1600, 3500, 3700 долларов. Как это понять? Чтобы наши военные остались вот такие, чтобы мамы помогали им жить, вывезти. При том, это Юлия Владимировна отменила, понимаете, в свое время, люди лежали в больнице. Она сказала, все пусть идут на заслуженный отдых, сейчас временно все замораживаются. И так заморозили, что они не получили группу инвалидности. А уже потом пошли получать эту группу инвалидности в городе. Спасибо. А вот там город Скала, она ничего не дает новое. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста. Сергей Васильевич, пусть вы, понимаете, поставите этот вопрос. Как это так пропустить эту категорию людей? Кстати, недавно был в Одессе митинг даже военных пенсионеров с требованием повысить... И не только военных, и работников МВД, и внутренних войск, и военных. 30-40% это семьи военнослужащих, бывших военнослужащих. И они сегодня остались абсолютно незащищенными. И все, что связано с распределением пенсии, перерасчетом пенсии, они не работают сегодня, к великому сожалению. Я уже неоднократно обращался, особенно при рассмотрении бюджета. Мои поправки, которые были внесены мной и моими коллегами по оппозиционному блоку 115 поправок, мы включили эту поправку. К великому сожалению, не взяли. И не приняли ее. И не рассматривают, и не собираются рассматривать. И говорят, ну что, ну они служили в Советской армии. Вот пусть Советский Союз и платит. Маразм, конечно, но во всяком случае даже такие высказывания я слышу. Но я думаю, что, ну, опять-таки, после перезагрузки власти мы отменим все эти законы. Мы сделаем все для того, чтобы, ну, военнослужащие, бывшие военнослужащие получали достойную пенсию. Работники милиции, прокуратуры, ну, работники правоохранительных органов, которые ушли на пенсию, и сегодня им практически не сделали перерасчет, это беда, это беда. И самая большая категория таких граждан это военнослужащие. Конечно, будем работать сегодня для того, чтобы внести, может, изменения в марте месяце, будет конкретно пересматриваться бюджет, может, нам удастся еще раз настоять, еще раз сделать все для того, чтобы был перерасчет пенсии. Я глубоко убежден, что это первостепенная задача для меня и для народных депутатов, в том числе, от оппозиционного блока. Многих экспертов цифры в бюджете очень сильно смущают, мягко скажем. Расходы на армию и силовой блок более чем вдвое превышают расходы на образование. Кстати, в системе образования вы работаете долгие годы и, наверное, ощущаете, что забота правительства об образовании в последние годы падает по сравнению с тем, как пропорционально растет поддержка, допустим, силового блока. Ну, я не хочу сказать построение полицейского государства, но что-то похожее. Ну, что вы не можете сказать. Об этом многие говорят, и я вам хочу сказать, что это действительно так идет сокращение образования. Больше того, выплата стипендий студентов в два раза будут получать меньше. То есть, раньше, если у нас было, мы выплачивали в юридической академии где-то 75-80% стипендий нашим студентам, а для некоторых студентов это единственный источник дохода, то в этом году с 1 января 25-30% можете представить. Это количество студентов, которые будут получать стипендии. Да, это такое количество определяет на ВУЗ, вот вам говорят 25%, распределяйте его как хотите. А если люди, стипендии, они рассчитывали раньше, когда поступали в ВУЗ, а вы сегодня говорите, что вы не будете давать денежные средства на стипендию, то это, я вам хочу сказать, большая беда. Просто власть забыла, что все революции делают не рабочие, а студенты. И со студентами так относиться к ним и не выплачивать пенсию тем нуждающимся, это большая проблема. И последний звонок на сегодня, задавайте вопрос. Здравствуйте. Ой, мой пенсионер. Да, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Добрый. Меня интересует такой вопрос. Вот у меня у мужа 52 года стажа, он бывший моряк. Он получает минимальную пенсию, сейчас ему добавили 133 гривны. Кто заботится о моряках-пенсионерах? Спасибо. Ну, видите, правительство точно не заботится. Руководство страны точно не заботится. Я это знаю и встречаюсь и на приемах, и так, и вижу, какое отношение у нас вообще к морякам. 52 года стажа и добавить всего 133 гривны. Ну, наверное, что-то такое недоразумение какое-то. Мы должны еще раз посмотреть, если у вас есть возможность, вы приходите или передайте через кого-то документы, чтобы мы реально посмотрели на перерасчет. Это все связано с тем, что правительство еще не определилось саму методику перерасчета пенсии. Методики нет четкой, что как это делать, потому что как бы мы ни обращались, пенсионные фонды, их надо научить. Они сами не знают. Одному дают, добавляют к пенсии там 700 гривен, одному дают 133. 52 года и добавят 133. Ну, это что-то какое-то недоразумение. 96% наших телезрителей не одобряют принятые реформы, которые мы сегодня с вами обсудили. О чем это говорит, на ваш взгляд? О том, что нужно менять правительство или принимать другие реформы? Нужно менять власть в стране. Нужно сделать, я уже говорил, перезагрузку власти и Верховной Рады, и правительство, естественно, и местные советы, и президента. И если мы поменяем и сделаем перезагрузку власти, то наверняка придут люди, которые действительно реально захотят помочь и сделать все для того, чтобы Украина была нормальным государством с нормальной экономикой. Посмотрите, что в стране сегодня делается. Отток капитала полностью произошел. Средний класс уничтожен, и мы сегодня говорим, что создаем реформы, создаем видимость реформы. Я вообще предлагал прекратить всякие реформы, потому что еще несколько таких реформ, и в Украине не останется граждан. Те, которые будут работать, и вообще граждан. Пенсионеры повымирают, а чиновники останутся. Кто будет работать тогда, и где взять рабочих для того, чтобы, или служащих для того, чтобы они работали, поддерживали экономику. Смотрите, не создаются рабочие места, не создаются предприятия, организации, учреждения. А если те предприятия, которые создаются, то десятки разных налоговых проверок, разные чиновники приезжают, проверяют, и делают все для того, чтобы это предприятие закрылось. Вот в чем беда, вот в чем проблема в нашем сегодня государстве. Поэтому те, кто сегодня еще как-то бизнесом занимается, какие-то предприятия есть, их нужно всячески поддерживать. Вот мы говорим о реформе. Ну, я вам хочу сказать, что мы открыли стоматологическую клинику. Ну, и планируем, чтобы жители и Приморского района, и других районов имели возможность получать бесплатную помощь, стоматологическую помощь. Потому что это, ну, связано с тем, что люди просто не в состоянии сегодня получить какую-то самую элементарную медицинскую помощь. Я говорю об этом, почему именно стоматологическую, потому что вот в Международном гуманитарном университете готовим мы стоматологов. И есть такая возможность, чтобы оказать людям бесплатную помощь в этой области. Ну, вот постепенно, все, что касается социальных проектов, мы делаем и будем делать. Другого варианта нет. Как поддержать всеми усилиями, всеми средствами, и правовыми, и такими, мы используем для того, чтобы, ну, вот чем-то, хоть чем-то помочь нашим гражданам. Я чувствую боль каждого человека, который приходит ко мне, особенно на приеме, кого я встречаю на улице. Вы знаете, ну, нельзя так относиться к людям, и я думаю, что все сегодня понимают, что нужно все сделать для того, чтобы мы пошли на новые выборы и приняли те законы, которые нам необходимы. А вот те сотни законов, которые они приняли против граждан Украины, нужно их отменять. И мы это сделаем. Спасибо, Сергей Васильевич, за участие в эфире. Принципиальная позиция от народного депутата Украины Сергея Кивалова сегодня звучала в нашем эфире. Было много звонков. Звоните и впредь. Будем рады вас слышать. Спасибо еще раз. Оставайтесь с репортером. Счастливо. Увидимся.